Здравствуйте, дорогие наши телезрители и радиослушатели. Я от души хочу поблагодарить вас за активную жизненную позицию, которая выразилась в огромном количестве ваших писем и обращения на наш сайт, на нашу почту, что нас особенно радует. И не изменяя принципам построения наших программ, хочу заметить, что наибольшее количество вопросов в этот раз пришло депутату, который примет участие в разговоре со страной. Сегодня мы предлагаем видеоконференцию с известным российским политиком, государственным и общественным деятелем, депутатом Государственной Думы Российской Федерации Четырех Созывов Николаем Васильевичем Арефьевым, заместителем председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству, а также председателю Общероссийской общественной организации «Дети войны». Сейчас Николай Васильевич Арефьев готов ответить на вопросы тех, кто во время его встречи поездок не успел их задать. Итак, слушаем первый вопрос. Меня зовут Мария Прусакова, Алтайский край. У меня вопрос к депутату Николаю Васильевичу Арефьеву. Сегодня мы уже видим, к чему нас привело вступление в ВТО. Скажите, можем ли мы сегодня изменить ситуацию? Что нам нужно для этого сделать, чтобы остановить процесс угнетения сельского хозяйства, которому привело вступление в ВТО? Здравствуйте, Мария. Я с удовольствием отвечу на ваш вопрос. Значит, что нужно сделать? Это прежде всего немедленно выйти из ВТО. И второе, если уж не выходить из ВТО, то надо менять правительство, которое не в состоянии работать в условиях ВТО. Мы в нашем комитете разработали 54 мероприятия по тарифной защите в условиях работы во Всемирной торговой организации. К сожалению, эти тарифные защиты до сих пор не реализованы нашим правительством. Вступить вступили, а вот меры защиты в условиях мирового рынка до сих пор не выработаны. Такое правительство надо просто прогонять и создавать правительство народного доверия, которое будет работать не в интересах мирового капитала, а в интересах нашей страны. Вот такое правительство и предлагало КПРФ. К сожалению, ни президент, ни правительство к нашим предложениям не прислушивалось. Оно до сих пор тасует одну и ту же кадровую колоду, которая, к сожалению, не улучшает положение ни в экономике, ни в сельском хозяйстве, ни в развитии социальном. Меня зовут Георгий Михайлович Артемьев. Я работаю первым секретарем Якутской горкома партии и на все начало работаю секретарем Резкома партии по агропромышленным комплексам по сельским территориям. Ну, Николай Васильевич Арефьев сейчас у нас является секретарем, который работает с экономикой. Вот в этой плоскости хотели бы мы задать и от него получить помощь реальную, да, вот в вопросах поднятия Дальневосточной и Сибири. Сейчас как раз разватывается по линии государственной власти госкорпорации Дальний Восток, который будет под эгидой Путина самого. В этом свете мы должны региональное отделение коммунистов Дальнего Востока и Сибири иметь четкую ориентацию, вот как с ними побороться и иметь альтернативный вариант развития нашей Дальневосточной региона и Сибири. Вот это очень сложный вопрос. Второй вопрос, это у нас работа с селом. Ну, это село, вы сами знаете, в каком состоянии, да, и он является у нас руководителем общероссийского общественного движения «Дети войны». «Дети войны». Законопроект наши коммунисты представили, но правительство, как всегда, и Госдума большинство отменило, и они сейчас предлагают свой вариант. Видимо, они внесут и будет принят, но там есть вопросы, которые надо сообщенным всем решать. И я надеюсь, что Николай Васильевич о этом вопросе нам даст четкие методические рекомендации и свое видение, что мы работали в институтной программе. Спасибо, Георгий Михайлович, за вопрос. С удовольствием на него отвечу. Я дважды участвовал в больших форумах по развитию Сибири и Дальнего Востока. Это и в Иркутске, и в Хабаровске. Хорошо знаком с программой, которая уже разработана правительством по развитию Сибири и Дальнего Востока. Но что могу сказать? Я не могу сказать плохо про эту программу. Она, в принципе, неплохая. Она дает какие-то задатки развития Сибири и Дальнего Востока. Плохо только одно, что она не выполняется. Мало того, в ней заложено, может быть, основной принцип развития Сибири и Дальнего Востока – это сырьевой. Поскольку предусматривает она создание дополнительно еще шести таможенных переходов через китайскую границу, с созданием сети дорог, мостов, переездов, таможенных пунктов. Вот это все настораживает, знаете, до такой степени, что мы Дальний Восток хотим превратить, так сказать, в сырьевую базу Китая для обеспечения их всем необходимым. Значит, там не предусматривается, допустим, добыча и переработка золота, редкоземельных металлов, серебра, стали, вернее, железа. Ну, там кладовая, так сказать, всемирная, там есть абсолютно все. Там разрабатываются только ГОКи, горные комбинаты, которые будут вырабатывать сырье и отправлять в Китай. Вот это больше всего меня поражает в программе развития Сибири и Дальнего Востока. Практически никакого развития нет, потому что техника будет китайская, рабочие руки будут китайские, а наши только природные ресурсы. И, к сожалению, при таком раскладе никакого развития ни Сибирь, ни Дальний Восток не получат. Вы говорите, что там курировать будет президент Российской Федерации Путин. Да, пусть курирует. Я согласен, лишь бы дело шло. Но дело пока не идет. Дело идет только в том направлении, чтобы вывести природные ресурсы с Сибири и Дальнего Востока. Эта программа действует уже пять лет, но, к сожалению, нет. Мы представили свою программу на этих форумах и показали, какими способами мы должны разрабатывать Сибирь и Дальний Восток, как нашу минеральную кладовую. К сожалению, правительство по нашему пути идти не хочет. А путь наш простой, он опробирован Советским Союзом. Когда объявлялись комсомольские стройки, когда ехали со всей страны молодежь на строительство горнобогатительных комбинатов, металлургических комбинатов, сталиплавильных заводов. На строительство БАМа того же. Этот БАМ не в Китай вел, а именно по своей стране, для того, чтобы развивать инфраструктуру для перевозки готовой продукции, а не полуфабрикатов и не сырья. Мы и говорим, давайте строить города, давайте строить поселки, давайте разрабатывать золотоносные месторождения, там очень много золота в Сибири. Давайте разрабатывать, строить комбинаты, давайте давать рабочие места в Сибири и на Дальнем Востоке. Однако нет, политика другая. Вот почему мы все время говорим, что надо создавать правительство народного доверия, которое будет работать в интересах и Сибири, и Дальнего Востока, и всей нашей страны. Вот тогда это патриотическое правительство сможет выправить ситуацию. А сегодняшние планы, ну, к сожалению, они пока еще остаются только на бумаге и становятся неизбыточными. Вот мы в нашем комитете недавно получили проект закона о стратегическом планировании. Я сначала обрадовался, а потом огорчился. Оказывается, в понятии нашего правительства стратегическое планирование – это планирование на 60 лет вперед. Извините меня, через 60 лет или и мир умрет, как говорится в пословице, или и шаг сдохнет. И зачем такое стратегическое планирование? Да и при том оно основано на прогнозах сегодняшних и на мониторингах. А как может быть план, если это прогноз? А в основе его лежит прогноз. Ну, не может такого плана быть. Поэтому мы сейчас работаем над этим законом. Конечно, тот закон, который мы разработаем, вряд ли будет принят Государственной Думой и одобрен правительством. Но мы все-таки попытаемся навязать свою идею планирования, такую, которая вывела Советский Союз на самые передовые рубежи. Обращаясь к вам, я хочу сказать, что вы занимаете активную жизненную позицию, и вам не все равно, как будет жить, развиваться Дальний Восток и Сибирь. Поэтому от вас-то требуется тоже то недовольство людей, которое сегодня сложилось уже в Сибири и на Дальнем Востоке. Ведь вы же недовольны тем, как вы сегодня живете. Но тогда поднимайте людей, которые думают так же, как и вы, на акции протеста, на митинги, на шествия. Ведь Европа уже давно опробировала все эти методы, и они действуют там. Мы должны заставить власть прислушиваться к активной позиции наших граждан. И граждане должны заставить правительство, которое живет на их налоги, работать в интересах этих граждан, чтобы они не протестовали. Чтобы они жили достойно, как это было еще обещано при Ельцине. Вот тогда это будет выработан так называемый консенсус между народом и правительством. Пока мы будем молчать, ничего хорошего мы добиться не сможем. И это касается и второго вопроса, который вы задали в отношении детей войны. Да, фракция КПРФ еще два года назад внесла закон, который приравнивает детей войны к труженикам тыла, для того, чтобы они получали хотя бы те мизерные льготы, которые получают у труженики тыла. Однако этот закон два года лежит, и его не принимают. Сначала Исаев, председатель комитета по ветеранам, сказал, что он будет рассмотрен в феврале. Потом сказали, что в марте. Сейчас в марте идет последняя неделя. Этот закон в повестку дня опять не внесен. Значит, он переносится на апрель, и, наверное, в мае будет юбилей два года, как этот закон лежит и не рассматривается. У нас законы рассматриваются очень просто. Вот сегодня рассматривается, допустим, закон о госзакупках. Это чисто коррупционный закон, который даже комитет не рассматривал. 500 страниц закон, и его рассматривают буквально за полчаса, не глядя, потому что его надо принять, потому что он будет работать на криминальную олигархию. А вот закон о детях войны, чтобы вытащить из нищеты людей, которые живут на 5 тысяч рублей пенсии, и должны эту пенсию отдавать всю за коммунальные услуги, потому что они имеют льгот. Вот для них и времени нет, и денег нет. Вот сейчас создается Росфинагентство, где в пояснительной записке написано, что создание Росфинагентства не потребует никаких государственных затрат. А на другой день Путин говорит, что мы выделяем 100 миллиардов рублей на создание инфраструктурных проектов для Росфинагентства. Так 100 миллиардов вот для Росфинагентства нашли, а два года ищут для детей войны, никак найти не могут. Это что, не хватает политической воли или это геноцид российского народа, который живет за чертой бедности? Ну, вы, наверное, читали мою статью, я там писал, что прожиточный минимум в Евросоюзе 38 тысяч, а у нас прожиточный минимум 6 тысяч. Так кто же мы тогда, по сравнению с Евросоюзом, если у нас даже средняя зарплата в полтора раза меньше, чем у них? Кто мы? Это не зря Международная организация труда объявила, что 90% в России граждан – это бедные люди. Мы, может быть, и не бедные, мы просто несчастные. Но несчастные мы, потому что мы не имеем политической воли сказать «нет» правительству. Или, если говорим, то не так массово, как это должно быть. Вот пока мы не поднимемся все против этого правительства, пока не объявим мы, что мы пойдем на самые решительные меры против такого бесправия, которое творится в нашей стране, вот только тогда они нас услышат. Они боятся только силы, но не боятся уговоров. Поэтому мы должны им показать силу. Вот тогда это будет верно. Турлин Дмитрий Александрович, вопрос к Николаю Васильевичу Арефьеву. Уважаемый Николай Васильевич, подскажите, пожалуйста, в связи с чем сейчас связан такой спад кредитования именно промышленных предприятий Москвы и Московской области? Как я подозреваю, это касается всего состояния российской экономики. Даже государственные банки, где есть доля государства, перестали выдавать коммерческие кредиты. Все это, как по моему 17-летнему опыту, ведет к краху банковской системы России, которая так уже, скажем так, неровно стоит на своих ногах. Здравствуйте, Дмитрий Александрович. Спасибо за вопрос. Ну, вопрос для меня, в общем-то, простой и очевидный. В прошлом году экономика России достигла уровня 2008 года и остановилась, поскольку никакой подпитки она больше не имеет. И та сложившаяся спекулятивно-сырьевая тенденция развития экономики, она осталась незыблемой и менять ее, к сожалению, руководители страны не хотят. Вот почему пошел спад производства. Вот в этом году только за январь месяц мы упали на 2,8% по отношению к декабрю месяцу. Это упала промышленность. На 1,5% упало сельское хозяйство. Очень резко, на 2,8% упал транспорт. Если транспортные перевозки сокращаются, это значит сокращается спрос и сокращается потребление. На сегодняшний день у нас рецессия экономики не только в Москве, но и во всей стране она очевидна, потому что общие объемы производства пошли на спад. Виной этому, так сказать, две причины. Первая причина – это мы вступили в ВТО, и ВТО, Всемирная торговая организация, направляет к нам свои товары, которые стали дешевле, чем наши, потому что меры тарифной защиты мы не разработали. И у нас сегодня не берут сельхозпродукцию, у нас сегодня не берут автомобили, у нас не берут машиностроительную продукцию, машиностроение для сельского хозяйства. Да, пальцев не хватит на руках загибать, потому что мы снизили ввозные таможенные пошлины, пошли дешевые товары, наши потребители берут импортные товары и не берут свои. Таким образом, наша экономика будет загибаться, ну, до полного, собственно говоря, развала. Мер пока правительство никаких не принимает. Второе, что касается финансовой системы. Да, вы правы, у нас очень дорогие кредиты, да, у нас не хватает средств, но, к сожалению, это наша беда, ну, так сказать, можно сказать, национальное бедствие, потому что вывоз капитала осуществляется всеми возможными мерами. Вывозит правительство, вывозит золотовалютные резервы, которые составляют сегодня 530 миллиардов долларов. Они размещены, половина в Соединенных Штатах, половина в Евросоюзе и используются на кредитование их экономик, но не наши. Мы вывозим резервный фонд, вот буквально туда 800 миллиардов закачали остатки финансовых средств бюджетных и опять отправили все туда на Запад. У нас есть фонд национального благосостояния, он так красиво звучит, но, к сожалению, он работает на благосостоянии Запада, а не России. И все это вывезено, это 24 триллиона рублей, работают на западную экономику, но только не на нашу. У нас выгребаются последние копейки, вывозят, это только правительство вывозит, а вывозят через офшоры наш бизнес, около 100 миллиардов долларов ежегодно вывозится это легальным способом. 56 миллиардов долларов вывезли, так сказать, это отрицательные сальдо нашего баланса, вывезли в прошлом году за пределы нашей страны. У нас трансграничные переводы на сегодняшний день составляют 34 миллиарда долларов. Это то, что граждане своим родственникам отправляют за границу. А как же тогда страна жить будет? У нас уровень монетизации 27%, а критический уровень считается 40%. То есть страна обескровлена, деньги вывозятся любым способом. Мало того, эти деньги еще и выгребаются из карманов наших граждан. Вы посмотрите, вот сейчас Дума работает абсолютно, ну только на административный кодекс, повышая штрафные санкции на наших граждан каждый день. Каждый день. У нас, понимаете, сегодня заброшенный окурок полторы тысячи штрафов. За бесплатный проезд в троллейбусе или трамвае две с половиной тысячи штрафов. Если у нас пьяный водитель, 200 тысяч с него, его надо лишать прав, а у нас 200 тысяч заплати, потому что монетизация, надо выгрести деньги из карманов наших граждан за все, за пьянку, за курение, за все что угодно. И повышаются эти штрафы не для того, чтобы народ был законопослушный и дисциплинированный. Нет. Потому что в бюджете за счет ВТО мы лишились целого триллиона рублей денег. Надо как-то возмещать. Из нефтедолларов не хочется. Так давайте выгребим из кармана наших граждан последнее. И вот это последнее. На 15% повысили тарифы, а в феврале месяце в некоторых областях на 40%, на 60% повысили коммунальные тарифы из-за того, что не сходятся бюджеты областные, не способны оплачивать дотацию нашим коммунальным предприятиям. И все это залезается в карман к нашим гражданам. Ну, если средняя зарплата в Евросоюзе, будем по-среднему говорить, 100 тысяч рублей, а у нас 27. И у нас еще выгребают последнее. Еще сейчас собираются с 1 мая ввести налог на недвижимость с рыночной стоимости. Вот вы посмотрите, вы даже, наверное, и не знаете. Ваши квартиры на сегодняшний день стоят, допустим, если советская квартира, ну, где-то 60-70 тысяч рублей. И вы с нее платите 2% налога. То, когда ее по рыночной стоимости оценят, она у вас будет стоить, ну, по провинциальным меркам, 2-3 миллиона. И тогда это будет существенный налог уже ударит по вашему карману, а его надо платить единовременно. Где вы возьмете деньги для того, чтобы заплатить этот налог? Ставятся люди безвыходные положения. Сейчас разрабатываются законы по социальному найму. Если у вас квартира не приватизированная, и вы ее эксплуатируете по договору социального найма, то хотят сделать по коммерческому найму. То есть, если вы сегодня платите за квартиру, вот, как и все, там, 300-400 рублей, то будете платить 15-20 тысяч. Это тоже нормально считает наше правительство. И вот таким образом выщипывается все из карманов граждан, для того, чтобы они жили еще беднее и еще хуже. Вот при этом вопросы задавать, конечно, надо. Но при этом надо занимать активную и жизненную позицию. Надо все-таки... Мы недовольны тем, как работает бизнес. Ну так давайте, если мы хотим, чтобы работали у нас фабрики, заводы, мелкие, средний бизнес, давайте быть гражданами своей страны. Давайте ставить условия нашему правительству, чтобы они работали в интересах нашей экономики и наших людей, они в интересах Запада и ВТО. Вот, когда мы скажем свое вецкое слово, тогда и от них мы получим какие-то действия, которыми, может быть, будем удовлетворены. Сегодня пока... Ну, я не вижу такой активной позиции населения, чтобы она сыграла действительно или переломила ситуацию в нашей стране. Так что я вам желаю успехов в этом деле. Вопрос Николая Васильевича Арефьева. Мы все прекрасно понимаем, что сегодня сложилась непростая ситуация в экономике России, в том плане, что если взять, допустим, производственный сектор, у нас сегодня все ушло в частные руки, нету развития государственного, а без государственного не будет государства как такового, вот, как основной, как сказать, базис, источник, на что операция должна государство. Вот вопрос такого характера. Как в сегодняшних сложных капиталистических условиях, когда развивается именно частный бизнес, когда стараются все государственное развалить, удержать наши основные стратегические объекты именно в руках государства, и как повлиять на их развитие сегодня? Чем именно коммунисты мы можем в ближайшей перспективе или в долгосрочной помочь в восстановлении именно государственных секторов производства? Халид, ну вопрос хороший. Значит, мы в прошлом году на пленуме рассматривали вопрос о создании народных предприятий. Вот народные предприятия, это закрытое акционерное общество, где акции принадлежат работникам, которые работают на этих предприятиях. Мы Америку не открывали. Дело в том, что еще с 1918 года такие предприятия начали организовываться во Франции, в Германии, потом эту эстафету подхватили Соединенные Штаты Америки, и на сегодняшний день там количество народных предприятий, вот этих закрытых акционерных обществ, где-то на уровне 17-20%, ну в общем объеме предприятия, которые производят великолепную продукцию, и никаких проблем нет. Вот если бы у нас были открыты двери для создания вот этих закрытых акционерных обществ, ну не было бы никаких проблем. А потом, ну зачем запрещать эти народные предприятия? Чем они кому помешали? Скажите, наверное, в Америке не мешают, во Франции нет, в Германии не мешают. Почему не мешают? В Российской Федерации, я не понимаю. У нас законодательно утвержден запрет. Какой запрет? Что народные предприятия или закрытые акционерные общества могут быть численностью не более 50 человек. И все. То есть это крошечное предприятие, вот оно может существовать как народное. Все остальные большие предприятия запрещены. Хотя в тех же Соединенных Штатах крупнейшие корпорации являются закрытыми акционерными обществами, где владельцами являются их работники. Таких примеров множество. Вот мы и давали пример нашему правительству. Давайте изменим закон. Мы внесли поправку. К сожалению, она не прошла. Но мы не опустили руки, мы сейчас вообще перерабатываем закон о народных предприятиях. Мало того, сейчас вот я уже на своем координационном совете рассматривал вопрос о том, чтобы все акционерные общества сделать исключительно из физических лиц. Чтобы туда юридические лица не входили. Вот тогда капиталы не будут уходить в офшоры, вот тогда не будут создавать на чужой территории банки и не будут выкачивать туда деньги. Вот эта борьба с вывозом капитала будет связана как раз с этим. И если наши граждане будут все акционерами наших предприятий, то они будут получать дивиденды, будут получать зарплату, они будут заинтересованы в том, чтобы было расширенное производство, а не наоборот суженное. Тогда исчезнет и тяга к спекулятивному капиталу, который на сегодняшний день процветает. Вот примерно такие вещи мы разработали и разрабатываем для того, чтобы экономика поднималась. Помогайте нам, вы молодые, вам засучать рукава и внедряться. Поэтому если сейчас во главе народных предприятий станут вот такие молодые и красивые люди, я думаю, что экономика страны даже в условиях вот этого капитализма будет восцветать. Русаков Алексей Николаевич, руководитель фракции в Совете депутатов города Берска. У меня есть вопрос к генералу Васильевичу Арефьеву, секторе, который отвечает за вопрос экономической политики партии. Это вопрос связан с проблемой, сложившейся в сельском хозяйстве. Первый вопрос, это конкретное оказание помощи сельскому хозяйству в решении вопросов кредитования хозяйства. И второй, это вопрос оказания помощи сельскохозяйственным предприятиям разных форм собственности в период чрезвычайных ситуаций, как в прошедшем 2012 году было в Новосибирской области, когда засуха, но конкретные помощи хозяйства получили не в течение месяца и двух, а через полгода, и не от той суммы, которые были необходимы хозяйству для решения проблем подготовки к посевной работе, а в настоящей решении подготовки к посевным работам. Здравствуйте, Алексей Николаевич. Спасибо за вопрос. Ну, вопрос, наверное, архиважный. В июне месяце Центральный комитет Коммунистической партии будет рассматривать вопрос по сельскому хозяйству на своем пленуме. Мы будем рассматривать и программные наши положения, и рекомендации для правительства, что нужно сделать для того, чтобы поднять сельское хозяйство. Вопрос очень большой, и мы неоднократно его рассматривали, но на всех уровнях, вносили поправки в наше законодательство. Но, к сожалению, партия Единой России, правительство имеет другие цели. Их цель – развалить окончательно сельское хозяйство, что они с удовольствием и делают. Ну, можно не вдаваться даже в экономические выкладки, они очень тяжелые. Если сельским хозяйством руководят не специалисты, а то врачи, то учителя, то, извините, в сельском хозяйстве никогда ничего хорошего не будет. Наше сегодняшнее законодательство и правительство, в частности, работают только на одно – чтобы удушить сельское хозяйство и продукты питания закупать за границей. Мы уже половину продовольствия закупаем за границей, и предел продовольственной безопасности мы прошли давно, он 20%, а у нас уже ну, 40-50% мы продовольствия закупаем. Это говорит о том, что мы дошли уже до ручки. У нас на сегодняшний день работает только зерновое хозяйство, ну, так сказать, на уровне около советского времени. А вот что касается животноводства, то 60% животноводства располагается в личных подворьях граждан. 90% овощей выращивается в личных подворьях граждан. Это значит, что растениеводство у нас окончательно уничтожено, и животноводство ну, работает исключительно только на гражданском уровне. Нет у нас крупнейших сельхозпредприятий, которые бы могли накормить страну. Вот этот обман с фермерством, он ни к чему не привел. Как фермеры давали 5-7% сельскохозяйственной продукции, так и дают до настоящего времени. Ну, это порочный путь, который не для России, который всегда работал на коллективистских началах, на общинном методе жизни всех крестьян. Поэтому вот это чужеродное то, что нам привезли из Америки, оно не прижилось и не приживется. Ну, что касается конкретных вопросов, Алексей Николаевич, которые вы задаете, ну, здесь законы все у нас есть. По поводу компенсации, страхования урожаев, все это есть. Но дело в том, что настолько власть сегодня коррумпирована, что получить какие-то субсидии, дотации или страховки, ну, практически невозможно. Нет у нас правового государства. Вот вчера мы были у Володина, у первого заместителя, руководителя аппарата президента, где совещались по поводу, а как бы нам изменить избирательное законодательство, чтобы вот оно удовлетворяло всех. вот я им там хотел сказать, но мне не дали слова. Да не законодательство надо менять. Это как Иван Андреевич Крылов говорил, а вы, как не садитесь, а музыканты не годитесь. Надо менять всю государственную систему власти. Вот тогда выборы будут нормальные, общенародные, демократичными, легитимными, и никто спорить не будет. Если сегодня полиция защищает действующую власть, но не защищает волеизъявлений граждан, то мы как бы не меняли закон, мы ничего не добьемся. Если прокуратура защищает нарушителей избирательного законодательства, но не волеизъявлений граждан, опять менять закон бесполезно. Если суды становятся на путь преступлений, фальсификаций своих собственных решений в угоду действующей власти, то о каком избирательном законодательстве можно говорить, пока не будет работать право и защита, пока не будет правового государства, не будет ничего, в том числе и сельского хозяйства. О каком сельском хозяйстве сегодня можно говорить, если вот мы начали работать в условиях ВТО, и на сегодняшний день импортное мясо завалило рынок страны и наши немногие крупные предприятия животноводческие лишаются возможности работать и подпадают под банкротство. Вот у нас в Мариел есть совхоз Звениговский, который возглавляет первый секретарь Марийского Рескома КПРФ Казанков Иван Иванович. Вы сейчас удивитесь, там 166 тысяч голов скота. 166 тысяч. Этот совхоз Звениговский сегодня дает столько мяса, сколько в советское время мясо давала вся республика. И вот это предприятие сегодня кричит караул, но его никто не слышит. Мы написали письма в Министерство обороны, чтобы они осуществили закупку экологически чистого мяса. Мы написали в МЧС, мы написали в правительство, мы написали в Министерство сельского хозяйства, ну помогите. На сегодняшний день из-за прошлогодней засухи фуражное зерно цена его возросла до 12 рублей, а мясо никто не берет, потому что импортное пришло дешевле. Оставлять, не забивать скотину, кормить дорого, в результате себестоимость мяса и мясопродуктов вырастает почти в два раза. А как решить вопрос с тарифной защитой? Почему мы открыли двери для импортного мяса, а свой собственный товаропроизводитель остался ни с чем? Мы его подводим под банкротство. И ведь подведут, вот несмотря на то, что мы на всех уровнях, вот недавно в Думе был министр сельского хозяйства, и ему задавали этот вопрос, да-да, мы вот сейчас, мы скоро решим, вы знаете, банкротство приходит очень скоро, достаточно задолжать 100 тысяч рублей, и не заплатить месяц, и ты банкрот. И вот такое крупнейшее предприятие, где 166 тысяч голов скота может быть с молотка продана и уничтожена. Так этого добивается наше правительство. Скорее всего этого. И вот опять мы приходим к одному и тому же. Если мы не будем сопротивляться, не помогут нам никто. Вот есть у нас партийный гимн. Никто не даст нам избавление, ни царь, ни бог, и ни герой. Добьемся мы освобождения своей собственной рукой. Правильные слова, хотя написаны были более 100 лет тому назад. Ну что мы закончили вопросы и ответы. Я хотел бы поблагодарить всех, кто сегодня интересуется и экономикой, и социальной сферой, и вообще перспективами развития нашего государства. Вот сегодня была представлена такая большая география почти всей России. Это значит, что вся Россия беспокоится о том, а какова же судьба будет у нас самих, наших детей, кого перспективы будут у нашей Родины. Ну и хотел бы поблагодарить редакцию канала Рассвет ТВ, радио, все, кто интересуется проблемами нашей страны, кто собирает материалы с самых дальних уголков нашей страны, для того, чтобы представить общее мнение о нашей стране и о происходящих в ней событиях. Я считаю, что редакция очень успешно работает, потребности в таком материале, который она собирает и показывает на своем канале, ну, очень велика. Я хотел бы пожелать всем работникам канала Рассвет ТВ успехов, удачи, но я думаю, что оценку свою вы еще в перспективе заслужите как отличную, потому что спросом ваш канал пользуется, но и ваши передачи довольно интересны, и я их с удовольствием всегда смотрю. Желаю всем телезрителям почаще включать канал Рассвет ТВ, тогда вы найдете самые нужные ответы на все вопросы, самые актуальные, которые вас интересуют в вашей жизни. Сегодня, дорогие наши телезрители, видеоконференцию с вами провел Николай Васильевич Арефьев, но мы с вами на этом не прощаемся, потому что большая часть вопросов не вошла в сегодняшнюю программу, просто это были письма, которые пришли на наш канал, и в следующей передаче мы обязательно попросим Николая Васильевича Арефьева ответить и на эту часть, поэтому не огорчайтесь, если вы не услышали ответа на свой вопрос. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова